Областная общественная палата объявила о старте нового проекта – мониторинга реализации программы «Доступная среда». Его цель – проверить, все ли объекты, оборудованные по целевой программе «Доступная среда», действительно доступны и удобны для людей с ограниченными возможностями. Подробности у Яны Хромовой. Михаил Кузнецов – член областной общественной палаты. С повреждением опорно-двигательного аппарата он сам не понаслышке знает, каково это – подниматься по крутым ступеням к подъезду или забираться в наземные переходники на Московском, если не работает лифт. Обращения инвалидов поступают и в региональную общественную палату. Последняя решила проверить, доступна ли «Доступная среда» для людей с ограниченными возможностями. Наземные переходы очень часто, хотя пандус есть, но дверь, которая к этому пандусу удобнее, она закрыта. Соответственно, в принципе, заторудняется попадание угол пандуса, угол наклона. То есть на коляске попросту не заехать туда. Начать мониторинг решили с объектов, оборудованных по программе «Доступная среда» в 2014 году. Таковых порядка 200 по области. Все ли работы выполнены и качественно ли, выяснят не только члены общественной палаты. Помочь им может любой житель области. Достаточно сфотографировать и отправить на сайт общественной палаты. На нем создана интерактивная карта области с красными точками. Это объекты «Доступной среды». Нажав на любую из них, можно узнать, что это за здание и чем оно обустроено для безбарьерного попадания в него инвалидов. И вы можете также внести свой вклад в развитие этой карты. При помощи заполнения простой анкеты. В верхней строчке заполняем наименование объекта, населенного пункта, где она расположена. И, собственно говоря, описание того, какие работы здесь проведены. И вы можете добавить также не более трех фотографий этого объекта. При желании можете заполнить контактные данные для обратной связи. Все присланные фотографии будут размещены на сайте общественной палаты. Информация проанализирована. Итогом станет документ об общественном контроле. Подробный отчет о том, как в области оборудованы жилые и социальные объекты для инвалидов. Его отправят региональным депутатам и губернатору. Мониторинг на этом не закончится. Будут проверяться объекты, оборудованные до 2004 года, и те, которые будут делаться в этом году. Общественная палата намерена проконтролировать и исправление недостатков. Яна Хромова, Михаил Ларвов.